Доброго времени суток, мои приятные молодые люди, меня зовут Ильдар, и вы на канале Приятный Ильдар. Аферисты в сетях, аферисты в шкафу, аферисты под кроватью, аферисты везде. И нам нужно научиться их изоблачать. Мы не должны попадаться на удочки этих ужасных людей. Заходишь ты на сайты знакомств, видишь прекрасную девочку, свайпаешь, у вас образовывается мэч. Вы общаетесь, не чаете души друг в друге, назначаете встречу, приходишь, а там Олег. И так всегда, как понять, что это аферист? Будем разбираться. Ну а перед началом видео я хочу вам кое-что рассказать. На меня недавно вышли ребята из Зоны 51, которые занимаются креслами премиум уровня по доступной цене. Да, у них название, как он ушумевший, Зоны 51, где инопланетяны следуют. Возможно, оттуда у них наработки таких крутых материалов и механизмов. Сейчас я вам покажу и расскажу, чем они так хороши. Первое, что бросается в глаза... Расцветка. Четыре варианта, навеянные игрой Cyberpunk 2077. И поверьте, в этих креслах багов нет вообще. Ребята настолько уверены в своем продукте, что дают гарантию целых три года. Внутри кресла находится пена холодного отвердевания, которая позволяет добиться идеального сочетания сопротивления и мягкости. И 4D-подлокотники идеально поддерживают верхнюю часть тела. Например, в креслах других брендов данная технология не используется. Используется простейший поролон, который со временем перестает держать форму и быстро портится. Естественно, здесь и подушечка под шею, и под поясницу, чтобы позвоночнику было удобно. А дышащая поверхность позволит вашей коже что делать? Правильно, дышать. Ваши петели будут чувствовать себя комфортно даже в жаркие дни. И, конечно же, все это на стальной раме, которая выдержит даже таких больших мальчиков, как я. Легко. Ну и, конечно, я его с удовольствием в себе оставлю и буду периодически пользоваться. Оно ж, правда, классное. И за это огромное спасибо ребятам из зоны 51. Я скоро себе собираюсь офис снимать, поэтому мне еще лишнее кресло точно не помешает. На самом деле, кресло реально мастхев для тех, кто долго сидит за компом. Я оставляю для вас не просто ссылку на покупку кресла в описании, а также промокод на скидку ИЛЬДАР20. Вот вы его видите на экране. Ребята, вы знаете, что я ерунду не рекламирую, поэтому обязательно переходите по ссылочке и приобретайте. Я рекомендую. Я еще моряк с сайта знакомств. Человек хотел показать, что разбирается в высокой кухне. А может быть, это просто какие-то знакомые устрицы? И они примерно в одно время в порт пришли, он их выловил и как бы решил таким образом подставить тебя. Для того, чтобы устрицы тоже решили на тебя напасть и изнасиловать. Я не... Что я несу? Кристина, он что-то подсыпает в устрицу. Я же говорил, он с устрицами заодно. Сто процентов, маньячела. Все продолжение вы не забудете никогда. Руки убрала, б***ь! Я не знаю! Ну все, получается, убили Еленку Кристинку Лебедь, что с ней делать, непонятно. Ребята, если нужна новая Елена Кристина Лебедь, вести передачу, то я готов похудеть до скольки там, до 32 килограмм, как она, и все. Различий не будет, рыжей стану, красной. Я так понимаю, что им саундтрек «Скрилекс» сам писал прямо. Музыка максимально нагнетающая, соответствует выпуску. Надеюсь, вы понимаете, что она говорит. Она говорит о том, что камеры установлены в ресторане, ну вроде понятно, и на столике, который забронировал ее моряк. Буду переводить теперь. Знаете, теперь реакции с переводом. Ну давай, заказываем. Я у тебя экономная, я буду салатик. Ты не переживай, все хорошо, можешь ни в чем себе. А видите, сразу за ручку такое, типа. Я альфа, я обозначаюсь, все, ты моя. Самый главный лев в прайде, лапкой за лапку. Самое хорошее. Ну все, мне капец. Я еще не знаю, в чему там его афера. Ничего себе, устрицы. Але здрыснути мне хочется уже зараз. Мало калорийного. Добава хороший автродизиак. 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 Автодизиак, это, наверное, когда тебя садят в автозак, в камеру там один на один метр И дают какой-то препарат, чтобы тебе не было так тесно Автодизиак, автодизиак, да, нормальная тема Шось мини-сцена гаду я Мастрицы, кстати, это очень хороший автро... Автро... Автозди... Афраззадиак Афраззадиак Это, знаете, когда ты приходишь заплетать афрокосички, чтобы они лучше прилегали к голове Тебе дают афродизиак, и все, естественно, происходит без проблем А починалось все с переписки тиждень тому Ярослав Смич Та, роздивившись его анкету Два фото съедали, и одно фото на корабле А шо так не досто? Сейчас погугнем тебе Ставить картинку Так ты шо, первая фотка в гугле Пацаны, если вас в Тиндере вдруг лайкнула какая-то просто невероятно красивая девчонка У нее там куча фотографий, пожалуйста, сразу не радуйтесь Делайте скриншотик, через гугл-картинки вставляете И находите, скорее всего, абсолютно другого человека Так всегда происходит Проверено А Ярослав миттєво закухався Самая прекрасная женщина в мире И постійно нагадував, что он прибавка Шо, должен сказать, рада за тебя, это отлично Ты такой крутой перед Но одне поведомлення нас зачепило У вас там снега падает, говорят Ты как на работу добралась Відповідаю, что на маршруте Такая розкошная девушка и без машины Так, я все решу Покупаем тебе машину Машина, бля Ой, ужас Купи себе букварь, сука Але спочатку в мене дещо спитав Дещо особисте Интересный ход Про как ход, реально То есть через то, что мне как бы Выгодно в этом признаться Потому что я заинтересована в машине И я зізнаюсь Сиханула мать А він у відповідь добиває Ты поняла? Берем тебе белоснежный лексус Тут уже все слюни падают в цистанк Сашки хочешь? Не Бля, я хочу хочу Блин, мне очень хочется посмотреть на женщину Которая реально поверит в эти сказки Из разряда Дорогая, давай с тобой увидимся Я тебе куплю кольцо Кортье Машину Квартиру Пароход Завод Я тебе куплю весь мир И она такая Боже, получается мне весь мир купят Как это возможно? Я нашла самого лучшего принца на земле Нет, скорее всего Тебя изнасилуют и бросят в кустах Вот что с тобой будет Ха-ха-ха Как будто бы, знаете, типа Это абсолютно нормально, когда чужая собака Подходит к каким-то людям, которые сидят Просто хотят пообщаться И вряд ли ожидают увидеть в ресторане собаку Но только если там не место, куда с ними можно заходить Ну да, тогда, наверное, да Есть разные люди Кому-то не нравятся собаки Это факт Собака подбегает к людям, которые сидят, общаются, кушают И официантка такая Так это нашего постоянного клиента Все нормально, терпите Что такое? Постоянный клиент важнее, чем вы на раз пришли Пошли Но я уже знаю, как этим скоростатись Вообще он Олег Сергеевич Вообще Так, это была зайва переверка Аферисты не фоткаются на телефон жертвы Ніколи, аби не залишити там свій фейс, як доказ Только не за Олега Сергеевича За любовь, конечно Любовь Я щас подумал, типа, я бы тоже, наверное, не особо хотел на первом свидании фотографироваться При чём тут аферисты вообще? Ну, типа, вы сидите, какая-то собака подбегает И она говорит, давай сфоткаемся втроём Ну, не знаю Ну, возможно, если бы мне очень сильно нравилась девушка Может быть, я бы это сделал А так, ну, типа Я тоже не очень люблю фотографироваться Сказал Эльдар с 1700 с чем-то фотографией в Инстаграме Ну, я имею в виду именно те моменты, когда это не очень располагает каким-то фотографиям Вот Мой большой капитал, что не сам по себе обеспечится И я свой поднимаю бокал за прекрасную часть человечества За тебя, Кристиночка Спасибо, очень красивый тост Ну, ясно Обробляй меня за высшим разрядом Угучайся, угучайся У меня был удачный рейс В конце месяца должны перевезти 100 тысяч долларов Какой ад просто Хотя, знаете, мне кажется, есть всё-таки мужики, которые не особо уверены в себе Но зарабатывают деньги Это они научились делать И для того, чтобы как-то девушку впечатлить Сразу такие А я бобки зарабатываю вообще-то А я крутой А я вот такой Будешь со мной А я тебе А девчонки такие развесили уши Лапша вешается Они так Ой-ой-ой-ой Как хорошо Как сладко Как прекрасно Боже мой Но по итогу он, может быть, купил бутылку Просека Снял отель Вы повеселились И он поехал За следующей Хотя это уже получается не неуверенный в себе А просто хитрец Я уже присмотрел себе участок Хочу очень большой дом Не, ну здесь как бы естественно ясно Что чувак ищет какую-то свою выгоду А то, что я говорил в первый раз про чуваков Которые неуверенно в себе И начинают хвастаться своим финансовым благополучием Таких реально очень много Типа начинают рассказывать сразу Типа, мол, впечатлить девчонку Мне кажется, не этим впечатлять надо А хорошими, здоровыми зубами Ой, Кристиночка, у тебя что-то размазывалось Помада, да? Да Я ничего не подозрючи иду в туалет С камерой в рюкзак А ты не могла взять телефон и просто посмотреть в переднюю камеру? Это невозможно? Мне кажется, аферисты в сетях сейчас пытаются развести меня Я вас скрою, как орешки об дверь И тут на связок выходит группа, яка бачит камеры с ресторану в онлайн режиме Кристина, а что подсыпает в остручке? Подсыпаем? Да просто солит, перчет, чтоб тебе вкуснее было Кладет клубничку туда Уксусом поливает Это забота, морская забота называется, не слышала? Откуда он тогда? Из кармана достал Посидите Крис, будьте осторожны Но время повернуть Я уже успел соскучиться Я тоже Ага, мы видели, как сумывал У нас есть такая традиция Когда делаешь что с твоей любимой женщиной То нужно всегда захочу делать инстрицам Крис, это самое Иногда нужно Я что, попал в какой-то боевик? Я не понимаю, где я? Я смотрю афериста в сетях или идентификацию Борна? Я не понимаю Очень интересно, как Лена Кристина Лебедь выкрутится из ситуации Я бы на ее месте сделал так Начал бы нюхать эту устрицу И сказал бы, что она очень сильно воняет Потому что они реально пахнут, ну типа странно А потом взял бы и в морду ему сразу, сука Это что, это надо снимать? А просто здесь, как это, бриллиант Ну типа туплю від шопу Это жемчужина, Кристиночка А, это жемчужина Не факт, что справжня, та не очікувано Это одна такая особая Самую поймал в Карибском море Кому, у сельцу? Жемчужина Аааа, получается он типа не подсыпал Он жемчужину туда положил Я привез тебе Ясно, что это справляется впечатление И в его очах читается Ну что, клиент дозрит? Мне кажется, когда чуваки начинают себя вот так вести слишком щедро Ну чересчур прямо на первом свидании Есть два варианта Либо он тебя реально хочет изнасиловать Либо он просто какой-то поехавший, неуверенный в себе куколт Все И мне кажется, ни один из этих вариантов не есть хороший Ну если вы только не эскортницы и не разводилы какие-то Тогда вас можно насиловать Все нормально Тебе когда-нибудь стулом ноги ломали Может быть белоснежный Лексус это кличка боевой собаки И Ленке Кристинке Лебедь придется с ней драться в октагоне На такой бой Лебедя с собакой я бы посмотрел А сегодня он терминово за поспешав И попрощався До завтра А ось и он А где его белый Лексус, я не понял Я просто не знаю, куда идти, привет Все же ко мне выберешь? Спасибо И пока он разигрует джентльмена А у самого-то Кия А Кия подешевле будет Но я понимаю, все для любимой женщины Просто последнюю копейку Две микрокамеры готовы Боже мой, мне так нравится, как она за полсекунды просто расставляет эти камеры Причем так незаметно А в рюкзаку Комфортно? Классно, тепло, хорошо Та я розумію, що камерам нічого не видно Слушай, а можно включить свет, раз смотри, такая красота Как космический корабль Буду менять, возьму себе что-то побольше Самолет? Хочется же семью А, то есть ты будешь брать троллейбус О, афористи просто обожнюють на перших побаченнях натякати про дитей Це створює у жертвы відчуття серйозности його намерів А ничего, що свет погорит? У меня так хочется почувствовать вот эту всю красоту Крис, їдем за вами Сядь отлично А вы зевин мене в автомобільный кинотеатр? В багажнике нас ожидает хорошее французское вино Бита и хлороформ Почему такой странный комплект? Ну я выпью вина, немного смелею Промочу тряпочку хлороформом Придушу тебя Займусь некоторыми делами А потом с ребятами пойду играть в бейсбол Вот так вот обычные моряки отдыхают Второе свидание Чувак выглядит как бандит Заезжает за ней на машине И везет куда-то в лесополосу Конечно, девчонки, без проблем Ездите абсолютно спокойно с незнакомыми мужиками Все нормально А тебе не хватает вина с голландским сыром? Че? В чем проблема? По-моему, это уже идеально И за пять хвилин Подожди, звонят секундочку Что, початок сюрпризу? Не может быть, ты все за странцы Ну я не знаю, я вам дамы посоветую Не против, если мы заедем к моему брату? Времянники дверь забыли закрыть, куда-то тусить его Уехали, а трубки не берут Боже, ужас какой Конечно, заедем Все равно сеанс каждые полчаса начинается Так без проблем Я сейчас такая Вот, погнали в квартиру Надо помочь там типа с замочком А как я могу помочь? Все нормально Ты поможешь Проходи, вот трое ребят Сейчас мы будем обрабатывать Берите голландский сыр, пацаны Вино, биту, хлороформ Работаем Зверніть увагу Плани зустрічей ризко змінилися Головна ознака будь-якої афери А далеко ехать? Не, не, сразу здесь на въезде Крис, едем за вами Слушай, интересная каша заваривается Здесь свет не мешает? Не, мне комфортно Ты идеальный мужчина Сам бы на себя женился Чудово, свет лагури Смешно Бо хто знает, коли він почне діяти Уже лез Да, блин, реально лез А мы, между іншим, заїхали на сільську дорогу Мы замедлились Куда, типа, я забыл сказать Дом там где-то от Киева в 120 км Все нормально Сейчас заедем быстро Машина шустрая Разгоняется Невероятно А ты пока готовь свои драгоценности Деньги, номера карт Сиви коды Все вспоминать, давай Да как говорят Зашел снег и сошел асфальт Зашел асфальт, да Брешен, не в поганій дорозі справа Бачу, що щось видивляється А за 5 хвилин чую в підсушці Так, GPS в мене в телефоні Але якщо він почне діяти просто зараз Група добігти не встигла Він типу шукає діяти, а група від мене чорти дэн Мне кажется, коли ви йдете на первое свидание с каким-то мужиком Нужно предупреждать об этом всех Позвонить там подруге, сказать там, скинуть координаты Названня места, адрес, маме позвонить, папе Первоучительнице, уборщице подъезда Главному бухгалтеру в своей фірме Всем сообщить, просто сказать Я с каким-то бандитом, мужиком Не знаю, с кем вообще йду на первое свидание Меня могут изнасиловать, ограбить Устроить на работу в Макдональдс Возможно, буду продавать Арифлей Мне надо спасаться, ребята Поэтому, девчонки, всегда будьте на чеку Проте помічаю, що проїхали вже кілька зручних місць Але він, схоже, шукає якесь спеціальне Нарешті ми завертаємо на Узбіччя Лиз, ми остановились в 100 метрах Стоїмо без фар Так я вообще не скучаю Приключения приинтересніше Может, это для нее квест такой сделала съемочная група? Мне кажется, было бы круто реально, чтобы ее хоть раз в жизни съемочная група развела И когда она начала орать, щука, никто не прибегал Відчуваю, що стали ми посеред лісу не просто так Оператори на всяк випадок выходять з машини Тут так совпало, що с багажником все нормально, а деньги до сих пор при тебе Оно до совпаденья, так що доставай бабки, дура Хоч не треба машини Никакої бабайки там нет? Не, нету Беру рюкзак з камерою Как тебе места? Заснежені Примерно і здесь я хочу купити себе дом Жду в конце місяця, коли переведу 100 тисяч долларов Потому що вже цих денег очень не хватає Не, ну міста дуже красиві І брат не далеко живет Не, не для цього ми стали Місцевість у повній тембріві Взагалі нічого не бачу Крис, осторожно, там кто-то вышел від лісу А це так сюрприз А вот і про раб мой ідиот Будем сейчас вместе проект составлять, Крис Тебя когда-нибудь в бетон закатывали? Сегодня в первый раз, я так понимаю А чуваки довго не тягнуть Мы просто здесь на обочине остановились Вам чуваки? А чуваки не жартують Ребята, ну мы ж никого не трогали, уходите Я так понимаю, он остановился возле обочины Чуваки подошли типа ее ограбить А он такой весь из себя защитник Они ограбят И все И получается две жертвы И мужик этот абсолютно не при делах Они дистали пистолет И направили пистолет Мне в голову Мне в голову Ой, его смешно Рано щуку Неясно до чого це все Расказно Чого, бля? Чого? Быстро, быстро, иди сюда Так Крис, ты цела? Да Держи Может вымогать будет Блин, що щас? Че происходит? Поехало кино, посмотри Застрелило двух мужиков Все Ну я так понимаю, что какая хрень? Они просто встали и пошли. Это же инсценировка была, ну. Но выгляду не подаю. Хай думает, что все идет за его планом. Не знаю, где мы. Тут же где-то брат живет. Стоять. Вообще на ровном месте попал. Да понятно, бабки есть. Если что, решай. Называй любые суммы. Я не хочу возвращаться. Я уже отъехал нормально. Хорошо, все, на связи, тогда жду. Что вообще сделать? Назад, надо вернуться посмотреть, что с этими дебилами. Повернутись? На что? Крис, мало ли, не выходи там из машины. Неужели там еще один сюрприз? Я боюсь, я просто... Мне нравится, как у него пистолет заряженный лежит между ног. Она такая, да все нормально. Постоянно пистолеты лежат между ног. Он не может случайно выстрелить и прострелить мне тело насквозь. Пистолет с бардачом, б***ь. Ага, ось для чего он мне его кинул. Отпечатки оставила, значит и пользовалась, значит завалила двух мужиков, а теперь можно и шантажировать. Щоб зараз на ньому залишились и мои отбитки. Але он не знает, что мы дещо уже знаем. А мы же биле того самого места. Ого-го-го! Ого-го-го! Там что, кровь на снизу? Молчи, б***ь. Выглядая реально страшно. Крис, он подошел, посмотрел. Идет к тебе. Куда трупа? Б***ь, вот это побандо. Б***ь, б***ь, б***ь. И мы кудись едемо. Так а что делать? И куда мы едем? Мне вот интересно, он сейчас насчет ее шантажировать, если скажет, что мне нет ничего. Что она будет делать? Он такой, ну ладно, да, посуду мою по пятницам хотя бы у меня дома. Он такой, ну ладно, окей, все. Ха-ха-ха-ха. Мог бы сказать, я бы и так это делала. Типа, не надо было двух мужиков убивать. Он такой, блин, реально, реально можно было не убивать, блин. Но я вижу, что он точно знает, куда едет. Ага, какая парковка. Сейчас будем деньги решать. Деньги всегда все решают, б***ь. Ты понимаешь, на кону 25 лет, б***ь. Ты хочешь в тюрьму? Каких 25 лет? 25 лет идут, тебе 20 идут по-любому. Ты соучастница. Ты, ну я же ничего не делала. Я тоже ничего не делала, я тебя защищаю, б***ь. Теперь там в отруку, б***ь, из-за тебя. Ясно, и вмикает почуття вины. И крути меня теперь, как хочешь. Как все не кстати, б***ь, б***ь. Да и деньги только через месяц придут, б***ь. Все, по-б***ь. Я уже розумею, до чего йде. Вот этот свет у него включается. Твою же, б***ь, вот. Б***ь, что у вас там? Мы его не слышим. Сейчас, сейчас я выйду. Что, что происходит? Подожди, молчи, б***ь, дай мне разобраться, б***ь. Вин робот 3 дзвенка. Очень срочно, я отдам, б***ь, с плюсом. Блин, ну вот если это на самом деле произошло, я надеюсь, что этого мужика просто сдали в милицию, в полицию, для того, чтобы он отсидел вот свои 25 лет. За такую аферу со своими корешами. Ну ты ж меня знаешь, братан, б***ь. Ну не к кому обращаться больше, наручай, б***ь. Надо 10, б***ь, ну меньше никак, б***ь. И я нарешті чую ціну свободы. Надо 10, б***ь, ну… Надо решать, что за деньги, я не могу накружить, только пятерочка, б***ь. Надо 10 минимум, б***ь. Я тебе потуплю від стресу. Десять чего, б***ь. Это 10 штук баксов. И деньги только через месяц будут, б***ь. Ну да, це ті 100 тысяч. У меня был удачный рейс, в конце месяца должны перевезти 130 тысяч долларов. Які в нього ніби є, але зараз нема. Я не знаю, б***ь, кому у нас времени есть, час два. Она такая, да-да-да, щас продам своё пальто, это драпированное какое-то. У меня тут кофточка из Бершки есть и башмаки из Зары, всё. Десять тысяч есть, готово. У кого-то взять можешь? Та я никого не знаю, кому я могу? Мне говорила, она машину копить. А вот тепер все ясно. Ну, ну, ну да. Ты понимаешь, что на кону стоит? Тепер я розумію інше. Такая розкошная дівушка без машины. Як він мене красиво розколов. Ось полна версія нашої з ним переписки. Ну, не накопила ещё. Я долаживаю и покупаю тебе машину. И тут він задав особисте питання. Я всё решу, сколько ты там накопила. Знаешь, что он приходит? Он таким образом может узнать, есть ли у меня заначка. Ну, это, знаете, тоже странная история. Она могла обмануть, сказать, у меня там есть 50 тысяч долларов. Могла сказать, два доллара есть. Это же ничего не значит. Какой-то тупой аферист официально. Не, вы реально верите, что кто-то вам на первом свидании уже пообещает машину? Ну, это... Что? Давай я лучше 5 тысяч долларов. Давай. Ну, там где-то, ну, 50 тысяч. Ой, опять. Психанула мать. Ось. Едина цель его переписки. Але він перевів мою увагу на інше. Ну, реально, типа, хе-хе-хе-хе. У тебя парень спрашивает при знакомстве, сколько ты денег накопила. Абсолютно неподозрительно. Ты поняла? Сколько? Обычный вопрос, знаете, беседа. Привет, сколько тебе лет? Как тебе зовут? Какой у тебя рост? Цвет волос? Сколько денег накопила? Ну, тогда с меня еще 25 тысяч долларов. И берем тебе белоснежный лексус. И про то, что выведав про 5 тысяч, я уже забыла. Сама поплыла Кристинка Лебедь. Деньги-то увидела и все, башню снесло. Ось он мне и нагадал. Мне говорила, на машину копил. Ну, 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 да. Ты понимаешь, что на кому стоит? Я уже ничего не понимаю. Участница. Двойное убийство. Пистолет не зарегистрирован. Хорошо, у меня друзья есть в органах. Я купил тебе новую машину. Отдам еще твою пятерку. Все будет нормально. Вин точно знал, что сегодня зирве. Надо ехать за деньгами. Хорошо, хорошо. Быстро тогда тулим к тебе. Крис, отъедьте чуть-чуть. Мы здесь не сможем подобраться незамеченными. Парковка просматривается. Все, погнали. Что, что это? Пристегнись. Тепер главное зупинити его для захвата. Крис, дай нам еще пять минут. Никако не собираются его остановить. Колючую проволоку поршины бросят или что? Я не понимаю. Все, Крис, давай, тормози его. Господи. Мне что-то плохо. Все решили. Да нет, меня так тошнит. Это страшно, верно. Боже. Что-то не в машине. Срочно встань. Срочно встань. Срочно встань. Все, они заворачивают. Она такая, вот пять тысяч долларов. Я забыл, я с собой всегда носил их. Под левой щекой там внизу лежат. У меня справа там квартира, дети еще сидят. А там деньги храню. Давай, Рекон. Выходи. Давай, Рекон. Выходи. Ух ты. Это новый канал, программа «Аферисты си…». Обожаю. Каждый раз эту историю. Я планировал эту аферу 20 лет Я убил 48 человек, которые не смогли отдать мне деньги И тут в конце, это новый канал, программа аферистов в сетях Вот так ты куда разводишь девчонок? Я тебя спасал Ты меня спасал от тем, что ты отобрал у меня все бабки, которые у меня были? Ты меня сейчас хочешь развести на бабки Чувак, я тебя хочу развести на бабки Хорошо, сейчас тебе будет сюрприз А где эти бессмертные, друзья? Привезти? Давайте, давайте Дунка не могла убирать, я так понимаю А ты не узнаешь? Нет А мавби, адже разіграли мене спільно А як тільки ми від'їхали Стоп, смотри, ты видишь это? Трупи воскресли Саме це я и почула в підслужку Крис, ты не поверишь, тут хрень какая-то происходит Какая хрень происходит? Чувак просто развел инсценировкой смерти своих друзей Елену Кристинку Лебедь, ну и все Что непонятного? Вы что, тупые? Ты не стал, не ходишь Хоча коли ми повернулись другий раз, Ярослав побачив Хоча полежати группа їм не дала Сработали, конечно, хорошо Я так понимаю, ребята из передачи «Аферисты в сетях» примерно как ОМОН А пока мы с тобой просто ездили, ребята воскресли А вот тут він змопчав Смотри, что я нашла на обочине Шо это такое? Шо, шо они разливали под себя Блин, а что это такое? Ну это, ну кровь, открой А ну покажи мне Не, я не понимаю, может томат-висок, кстати Представь, мне в тебе на тень ничего Она такая, сразу такая Ой, с фоточкой, кровавая Мэри, как я и хотела, нормально Ах, зачем вино меня поила? Предложила кровавую Мэри и огурцы, ну Не было видно Пахнет кровью обычно Не пахнет? Не пахнет А, понимаешь, кровь дорогая, томат-висок, Оля Який на белому снигу выглядав дуже переконливо В общем, спасибо за кино Вот вам Оскар Засуньте его себе в *** Короче, порода одна Як тільки шось таке мутне, выкликаете полицию От тут аферистик Так мне интересно, что сделали с этими аферистами Их в полицию сдали? Не было Но, Владик, ты никуда не денется? Да Итак, как же у тебя получилось превратить обычные бумажки в деньги? Да, я понимаю, пропустил какой-то фокус Хайлайты от Владика Бумажки Это деньги Ну, в принципе, если для тебя это бумажки Бумажки положил, типа, вот сюда Да Загнул деньги А давай на мне У тебя были заготовлены бумажечки И на самом деле денежки ты прятал, вот так Просто зритель вот этого не видел А что ты потом делал? Берем деньги Просто вот так палец, вот так вот делаем И потом берем, вот так засовываем А, я поняла Благодаря тому, что ты пальчик засунул между купюрами Так, шух, одним движением в веер Да Слушай, ну классный фокус Классный фокус, Владик Спасибо Еленке, Кристинке, Лебедь За то, что она все-таки нам рассказала Про очередной способ аферы Было интересно смотреть Если вам тоже Ставьте лайк обязательно этому видео И мы посмотрим еще Некоторое количество Разоблачения Я с вами был, как всегда Приятный Ильдар Подписывайтесь на канал Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok